добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о крещении в духе святом еще одна очень важная часть очень важное зерно тезис это дух святой он не видим видим мы только лишь его проявление смотрите что пишет иоанн в третьей главе когда он описывает разговор иисуса с никодимом 8 стих дух дышит где хочет и голос его слышишь а не знаешь откуда приходит и куда уходит так бывает со всяким рожденным от духа дух святой это личность которую невозможно увидеть мы читаем в библии описание когда бог отец он являл себя моисею но он приходил и беседовал с ильей мы сто процентов знаем имеем огромное число свидетельств того что иисус ходил по этой земле прикасался к людям ел хлеб но когда мы говорим о духе святом то мы говорим о невидимой ипостаси бога невозможно увидеть духа святого возможно только лишь увидеть его действие его проявление как мы не видим электричество но видим его проявление мы не видим ветра но мы видим и слышим шелест листьев поэтому когда мы с вами говорим о проявлениях или признаках крещения в духе святом когда мы говорим с вами о действиях духа святого о видимых вещах то мы говорим и я очень хочу чтобы вы очень трепетно к этому относились мы говорим исключительно о проявлениях о видимых частях и здесь огромное число возможностей фальсификации многие люди фальсифицируют не только крещение в духе святом они фальсифицируют дары многие фальсифицируют откровения потому что очень сложно отличить то ли ветер качает березу то ли мальчишки внизу и трясут от чего происходит то или иное действие для этого нужно некое развлечение какой-то духовный опыт который не приходит сразу как только мы рождаемся свыше итак я призываю вас быть осторожными очень взвешенными трезвыми и в какой-то мере даже критичными и не думаю что дух святой обидится если мы с вами будем проверять те или иные проявления имея в собственном сердце твердое желание понимать знать и видеть и